Здравствуйте, друзья! Сегодня в американской жизни произошло важное событие. И я немножко издалека начну, поговорив о том, как работают законы и решения судов в Соединенных Штатах. Бывает такая ситуация, что закона специально нет, не прописан. И возникает противоречие, это противоречие движется в суд и продвигается, ну при случае, может дойти до Верховного Суда, а может быть решено на более низком уровне федеральных судов, и не пойти выше. Но во всяком случае, когда закона нет, а суд принимает какое-то решение, в силу того, что у нас прецедентное право, то есть, если суд так решил, то этот прецедент, он как бы уже дальше судами рассматривается в рамках принятого решения. То есть, как бы законом становится. Только принят, по-другому. И вот, очень многие вещи в стране существуют, потому что когда-то суд принял какое-то решение. Ну вот, например, да, те самые, запрет на аборты, да, запрет на аборты был фактически отменен решением Верховного Суда. 50 лет назад. Но закона как такового не было. И до этого решения Верховного Суда каждый штат сам себе решал, да, что там с абортами происходит. А тут вот было решение Верховного Суда, и получается, что как бы по всей стране установили некоторый такой минимальный стандарт на это дело. И республиканцы, вообще консерваторы, так сказать, не на партийном уровне, но на уровне, так сказать, ментальности, они говорят так, это фактически захват власти, так сказать, отъем власти федеральными органами у штатов, да. Это штаты должны решать. Короче, допрыгались до того, что вот летом, в июле, по-моему, новый состав Верховного Суда, упакованный такими, ну, я бы сказал, патентованными мракобесами, специально упакованный, это было программное, так сказать, обещание Трампа и так далее, добраться до этих абортов. Он на этом получил голоса религиозных фанатиков, их много. И, короче, вот они сделали то, что обещали. Отменили то решение суда. И таким образом оно снова опустилось на уровень каждого штата, соответственно, примерно половина штатов уже там полностью запретили эти аборты и так далее. В либеральных, пожалуйста, есть. Так вот, к чему я рассказываю, что там, где нет закона, там, вот, может быть, а может не быть решение суда федерального, там, апелляционного, Верховного и так далее. И, в частности, в 2015 году решением Верховного Суда были легализованы браки однополые. Это не было закона, а это было решение суда. Но, поскольку у нас есть вот эти вот бракобесы, которых, значит, там, воткнули в Верховный суд, там, правдами-неправдами, вот эти самые люди, они говорят, что следующее, чем мы займемся, это вот, значит, ну, там у них две вещи есть на повестке дня. Значит, первое, это браки однополые, и второе, там тоже есть угроза, было решение Верховного Суда по поводу браков, представьте себе, межрасовых. Было время, они были запрещены, если вы, может быть, слышали когда-то, не так давно были запрещены. Последний раз, по-моему, человека посадили, дали срок за межрасовый брак, по-моему, в 78-м году. Вот, не так давно это было. Вот, дали ему год тюрьмы. И судья ему сказал, когда приговор выносил, он сказал, Бог нас сделал разными, сказал он, а ты, говорит, против Бога пошел. 78-й год, это я, я институт закончил в это время, но, да, так вот, значит, и до этого тоже они что-то там собирались добраться, и непонятно, как именно, но, тем не менее, и демократы, пользуясь тем, что вот сейчас такой тихий период, как бы, так, ну, пока сменяется состав Конгресса, Палаты представителей, Сената и так далее, пока у них большинство там относительно в обеих палатах, вот, давайте, говорят, они узаконим, узаконим, так называется, кодифицировать, как бы, в коды, в свод законов включить. И сделали такой закон, который сегодня приняла Палата представителей, а пару недель раньше он прошел в Сенате. То есть осталось только президенту Байдену подписать. Он подпишет, мы можем не сомневаться. Называется закон об уважении к браку, marriage, или, там, respect of marriage, там, и так далее. Смысл закона такой, что штаты, штаты, если отменят вот то решение Верховного Суда, о котором речь идет от 15-го года, если его отменят, то все это вернется в штаты. И штат может сказать, что у нас в штате нелегально однополые браки, мы не признаем. У нас нельзя заключить однополый брак. То есть сейчас можно, но если Верховный Суд отменит, да, то будет нельзя. Там, где штаты говорят, нельзя. Но вот этот закон говорит так, вы можете, конечно, не разрешать у себя, но вы уважаете, то есть вы признаете однополые браки, заключенные в других штатах. Это мне немножко напоминает ситуацию в Израиле, где брак официально гражданский не существует, но и государственный, его там нет, там только религиозный. А религиозный брак, чтобы заключить, надо, чтобы, значит, там, обе стороны были такими галахическими евреями, что не всегда получается, и, значит, ну, тогда люди едут там вот на Кипр, допустим, там заключают брак, а брак уважается. Если брак из любой другой страны, то, пожалуйста, его страна уважает. Вот примерно в таком ключе, значит, вот этот самый, да, причем там и однополые, и межрасовые, и как бы вот этим законом они как бы все это дело превратили в реальный закон, да, и решение Верховного Суда уже, в общем, силы не имеет. То есть при решении вопроса уже можно ссылаться на закон, а не на то, что когда-то Верховный Суд где-то там что-то, вот так. То есть, может быть, уже и нет смысла даже отменять решение Верховного Суда, поскольку закон сам по себе делает решение Верховного Суда ненужным. Такая вот интересная, друзья, история. Надо сказать, что и в Сенате удалось привлечь достаточно много республиканцев, чтобы это прошло. То есть там все 50 сенаторов-демократов голосовали и, по-моему, 12 республиканцев, то есть каждый четвертый республиканец, сенатор, голосовал. И здесь тоже в палате представителей 39, 39 республиканцев из, ну там, условно, 200, там, с маленькой копеечкой. Ну, то есть каждый пятый фактически тоже за это дело голосовал. Поэтому можно сказать, что на двухпартийной основе, на двухпартийной основе, с поддержкой, так сказать. Вот, такое интересное дело. Хотя сегодня с утречка, конечно, есть еще замечательная новость. Это, хотя это, на самом деле, не сегодня, это уже и вчера было признание Зеленского Человеком Года по версии журнала Time. Не только Time, там еще политика и там несколько разных. Вот, но это отдельная тема, как бы мы не будем замешивать. Тем более, что я уже пришел на работу и, друзья, настроен поработать. Счастливо!